Третье, что в этом аяте, на что хотелось бы указать, то что Аллах Субхану А.Т.А. описывает тех людей, у которых взяли себе в друзья грешников. Яв Майя Абду вариму аля ядейхи. Варим, грешник, будет кусать свои руки. И именно почему Аллах Субхану А.Т.А. сказал кусать руки ядейхи? Яд в арабском языке имеется в виду полностью вся рука. Укфасиры говорят, что когда человек о чем-то сожалеет, он что делает? Кусает палец. Зачем я так сделал? Но настолько он будет сожалеть, что взял себе в соратники такого-то грешника, что он будет свою руку кусать до плеча. От того, от сожаления в судный день. В Нью-Ривер он полностью руку будет кусать. Потом вторую руку будет, ядейхи, две руки, сказал Аллах Субхану А.Т.А. Ядзу в вариму аля ядейхи. Ядзу в вариму аля ядейхи. Он сказал, о горе у меня, если бы я не брал в соратники себе вот такого-то друга. Поэтому Субхану А.Т.А. Сколько примеров у нас, Субхану Аллах, вот даже живя в Москве и так далее. Когда, например, молодой парень, с хорошим джамаатом и так далее, видно было в мечети. Я, например, недавно один брат пришел в мечети. Я говорю, я тебя два года не видел. Я говорю, где ты был? Ко мне на уроки ходил. Там Арбаин его выучил. Мне, кстати, Джузеф Ур'ана выучил. На уроке пофигу. Потом пропал резко. Он говорит, Субхану Аллах, Тааня меня так смотрел. Плачет. Я, говорит, попался, то есть с какими-то друзьями, поехал на дачу. И там мне дали попробовать наркотик, который сейчас вот, вот эта соль. И вот один раз попробовал, и я все. Куран, много Курану читал. Читал, выучился в Царбаин его. Был богобоязнен. Он даже был премьером у нас в классе. И потом, Субхану Город, один раз попробовал, и у меня все. После этого что? Меняется окружение. С другим окружением общается и так далее. Субхану Аллах, я все, и семью потерял, и это. Валхамдалля Аллах, Субхану Аллах, меня вернул обратно. Сейчас я в этой году не потребляю, и сюда вернусь. Опять в дом Аллах, Субхану Аллах. И суть в чем? То, что, Субхану Аллах, сбивается сердца. Сердца, они что? Субхану Аллах, бывает то, что он что-то полюбил. Самое опасное, что человек совершил грех, потом начинает его любить сердцем. И уже не каждый человек грешит, правильно? Но опасность греха, когда он начинает много его грешить, совершает то, что он начинает любить этот грех. И когда человек начинает любить грех, то что вот это вот опасно, потому что у сердца привязано не с Аллахом, а с греховным. Даже вот у нас друг один тоже, не будем говорить тебе, но, наверное, узнает известный брат, известный блогер, Субхану Аллах, и здесь учился в Медиме. Альхамдалля, и, башаллах, даже мы один раз с ним были на домашлесе в этом Бишкеке. Ездил, он ездил, Магомед Симаил, с нами брат ездил. Еще там братья задавали вопрос касательно музыки. Какой хокм музыки в шариате? Я говорю, хокм его, джумхур, улема, все четыре мадхабы, брат, что харам, все далили привел и так далее. Я говорю, я сам музыку не слушаю. Но есть, говорю, некоторые, которые замышляют, у них разрешают, у них тоже есть далили, ибн хазам. Они берут слово ибн хазама, у них свой далили, он хоть и слабый, но у них есть свой далили. Вот так вот он сказал. Я вот как тогда мне сказал, ты, брат, зачем ты так говоришь? Харам надо говорить, не надо говорить даже вот так вот, что есть какое-то мнение, и все, что-то. Сам этот человек сейчас публично, там, на аудиторию два миллиона музыку включает, под музыку там это делает, говорит, что я ислам не практикую и так далее. Вот так сердца меняются. Вот так сердца меняются, субханаллах. Поэтому, субханаллах, сегодня так может быть, завтра так может быть. И часто всего это, все это бывает, от чего братья? Это бывает от того, что человек меняет свое окружение. И эту историю я тоже вот хотел бы рассказать, здесь она очень полезная история, я ее много рассказывал. На хутбе, на худбе Тр-Джума, на видео даже я рассказывал, она известная история, когда шейх Мухаммад Алиф у нас был преподавателем в университете, джамит малики он преподавал апель в ряде рассказал историю вот я поехал в айр в тюрьму посетить там пленных то есть всегда шейхи выезжает в тюрьму делал и так далее а потом посмотрел и потом проходил мимо смотрю такая зиньзяна то есть комната небольшая полтора там на полтора метра там одиночной камеры на ту чтобы спросил начальника тюрьмы здесь сидят тем кому же писав смертной казни спорю уходит парнишка лет девятнадцать в голову меня поцеловал видно в нем то что есть вот этого что-то тогда июль какая-то вот религиозный что он обучался где-то что ходил на уроки и так далее я уже на лагуру как дела шеф туда сделай за меня два черта дать то есть садарным сахаратом не какой-то там сидит такой-то бандит и так далее это что спала человек из аль хая просто у меня вот есть я спросил начальник тюрьмы что какая история какой сюда попал оборту на историю следующий он приходил спорила был богобоязнен брат всегда приходил мечеть или до младене сговорил когда имам не приходил ему это например опаздывал имам прозвонил ему говорил проведешь ты намаз с ним ходили вот братья и так далее то есть который смеси нам отчитали отец у него был такой пусть не нравилось ему когда он что что он более такой религиозный так далее как часто тоже бывает у нас некоторые братья приходят там проблема что что родители она запрещает платок носить хотя говорят сами родители мусульмане там кому-то запрещает намаз читать удивляющих как так сами мусульмане бьют там из куран читает боятся что тепло не туда уйдет какой-то его просто не в то направление такое тоже здесь было в суде и врядит вот отец не может с кем ты хочешь чуть этот два-три волоска сбреет а короткой одежду открытый длинные платья там нормально веди себя как люди бы я порт он держался 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 потом в какой-то момент он приехал так домой купил новую ключи от тойоты camry повесил будет было там на 18 лет парень нравится машина хочет быть новые с нуля как камрите понимала она твоя только сбре вот эти твои волоски чуть-чуть было волоски нормальную платья день и поменять свое общество перестаньте с этим ходить ребятам которых месяц и мечеть больше тут говорят даже взрослый человек может ускучение по сетам молодой парень так далее взял машину начали постепенно побрился потом-то поменял там платье поменьше отдел потом уже что постепенно что начал других друзей уже появляются уже не такие бога боясь другие друзья появились его ночью подъезжаясь музыка с громкой музыка включена и так далее потом они до чего дошло поехали в пустыню нашли алкогольные напитки выпили и с другом подрались и он его парни кто-то хотел с ним сделать его друг напасть на этого ножом убил и прыгнул все родители этого красота жизнь за жизнь меня не прощаем и говорит вот такая вот история сейчас варь и самое интересное что она лар потом варь я приехал вот эту вот эту вот историю потом варь я через несколько недель приехал во что с ним казнили его до конца не представляете начальник тюрьмы говорит отец говорит к нему приехал его навестить перед казнем и глаза не может быть поднять и посмотрите глаза свою сыну не может поднять стыдно ему посмотреть у сына представляете его сына держит в зензане узнаю что его черензель указнят но говорит мне подходит начальник тюрьмы вот я говорит ни одну жизнь погубил я две жизни погубил его друга из-за меня убили сейчас моего сына будет убивать и его ничем не могу понять пополучше это явно причина в этом как мне жить с этим и сам интересно что когда его казнили пришли друзья которые с ним были грешны которые вот новые друзья похоронить некоторые из них не пришли говорит его отец и все кто с ними были богобоязнен братья раньше мечеть они все пришли похоронитель тот из них сейчас и мамом стал кто-то из него там уже как бы а мой стиль лучше из них был больше самый богобоязнь из них раньше был и говоришь она сама мне болезненно было гвард отец потом рассказывает то что варк когда его похоронили а просто что сказал попросите своего брата чтобы она укрепила его сейчас его спрашивать чтобы слег иисус ответил кто твой господь какая твоя религия какая кто-то пророк все братья ушли до все друзья ушли остались эти богобоязнь и братья до заката солнце гор сидели около могиле со слезами просили за него вот это братство вот это ради аллах вот такие вот братства которые тебя братья поможет не только в этой жизни и вечной жизни они будут за тебя заступником поэтому мы должны смотреть на свое окружение следить за своими детьми чтобы не ходили что вот это вот братство у нас всегда было потому что чуть-чуть только поменял и всегда горжу карла нам родители приходят на своих детей жалуются еще что-то его смотрите окружение первое что посмотрите окружение с кем он начал ваш ребенок общаться если охляп у него поменялся если он стал неким нервным таким вы не поменялся таким значит у него окружение поменялся мы когда поехали в дагестан у брата хабиба многообедованы там там братья несколько вы знаете может быть в махачкаре там есть несколько домов они выкупили там вот братья которые зависимы сидят и меня просили туда поехать чтобы там лекцию провести дама сделать я вижу один брат вышел на магри мы вместе были за что это на москву до месяца хайяму дима с нами по своему зону обычно да 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 мы чё там на нас обрел даже не успели там вообще хабиб был залетом и самое интересное один намаз про вот так красивый он там сидит кто-то хафидал qoran ты как сюда попал хотел раз попробовал хафидал qoran братья письку анализу на один раз попробовал вот эту грязь вот это вот ерунду это спрала и все и стал зависимым человеком попал в подальше поэтому что мы должны своим детям почему мы вам изучать религию нас металли с детства чтобы у них был чем он такой богобоязнь на чтобы у них братья были те братья с которым они растут на поклонение аллаху чтобы они растут на чтение пора не 5 это очень важная часть 3 что